Какие аспекты обсудим? 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 с избытком, что надо действовать не так, как в справедливости поступают люди, как око за око, зуб за зуб, или там на доброе дело, равное ему доброе дело, или на одно одно, на два два, то есть надо не пытаться соизмерять его в своем поведении, направленное на тебя добро, да, потому что какой меру мерите, такой вам отмерить, да, а на самом деле надо стараться всегда делать с избытком, вот эта вот тема, что всегда делать с избытком, она звучит тем способом, что, когда вам говорят идти одну или идти две, да, когда спрашивают хитона, давай так же и гематии, то, когда требует у вас в долг, как бы, да, не требует назад, то есть здесь вот эта вот тема избытка, откуда эта тема вообще берется, вот как мне кажется, просто ее вот я себе предлагаю вам обсудить, она берется из того, на самом деле, что Евангелие, как мы уже говорили много раз, она именно говорит о добре, а не о справедливости, вот тот, мы постоянно, как бы, проводим грань между справедливостью и добром и пытаемся их различить, мы говорим о том, что справедливость, это что такое? Это некая уравновешенная мера, да, некого рода симметрия, некоторого рода равновесие, да, вот на весах, допустим, что значит справедливо поступить, например, в отношении деления, да, это значит так взвесить на весах, чтобы это было равновесно, да, как отплатить справедливо, да, вот столько заплатить, чтобы это уравновесило, как бы, ту пользу, которую вам принесли и так далее. И во всем присутствует вот это вот понятие равновесия, да, это как бы основное и ведущее для справедливости. Но в понятии равновесия всегда присутствует некая мера, да, вот эта вот мера, которую ты отдариваешься на некого рода дары, совершаешь встречные добрые дела, и даже во зле, даже когда речь идет о возмездии, когда речь идет о нанесении какого-то там встречного вреда, да, то оно тоже должно быть соразмерным. То есть нельзя на самом деле, если тебе, условно говоря, нанесли маленькое увещение, там, убить человека, потому что это несоразмерный вред. То есть и в этом должно быть некоторого рода равновесие, и, ну, вот и... Око за око. Да, око за око, именно, око не за два ока, понимаешь, там, и зуб не за два зуба, а зуб за зуб, око за око. Вот выбили око, значит, ты имеешь право выбить око, а не два ока. И, соответственно, так же и зуб. То есть вот, вот это вот уравновешенность, вот эта вот мера, да, она постоянно присутствует в справедливости. А вот в добре меры, как бы, нет. Понимаешь? И, как бы, мы сами понимаем интуитивно, что как-то глупо считать добро, да, вот, как бы пытаться его взвешивать. А сколько же мне там принести, какую же мне там пользу принесли это там? Вот надо вот столько, или чуть-чуть меньше, или чуть-чуть больше, да? Как бы вот в добре, как бы, присутствует вот некоторое, когда человек отдаривается, должна быть некоторая вот избыточность. То есть в добре отсутствует эта мера. Конечно же, если мы берем такие виды добра, как экономический обмен, то там эта мера присутствует. Почему? Потому что, ну, в экономическом обмене, как мы уже говорили, это не вполне... Там в этом добре присутствует корыстное намерение, да? Помимо намерения принести пользу, присутствует корыстное намерение, поэтому это добро ущербное. Это там какое-то как бы добро, но оно не то добро, о котором мы говорим, оно эгоистическое добро, да? Корыстное добро. Там присутствует эта мера. Потому что ты хочешь там, как бы, в экономике есть у которого своего рода конкуренция, да? Своего рода есть какая-то цена, по которой мы там обмениваемся товарами. Если речь идет о товарах. Но когда мы уже переходим к другому пониманию добра, который совершается, вот добра типа гостеприимства, да? Или добра типа помощь на дорогах, то там уже меры нет. То есть ты там приносишь какую-то пользу другому человеку, то есть совершаешь добро. Но ты как бы и там, поскольку непосредственного обмена в момент совершения акта нету, да? И поскольку ты, в принципе, просто совершаешь некоторого рода действия из разумного эгоизма, из того, что и ты в будущем надеешься на то, что когда-нибудь, может быть, тебе точно так же помогут. Там нет понятия того, сколько тебе должны помочь. Там вот этой меры нет. И поэтому это добро, взаимопомощь на дорогах, гостеприимство. Сюда же, кстати, относятся, между прочим, и вот это кармические действия, да? Вот добро, которое существует, допустим, в буддизме, или вообще в индуистской философии. То есть это добро, в котором ты просто надеешься на некое будущее воздаяние. И, быть может, даже как бы оно тебе никогда не пригодится, и ты поэтому действуешь из-за разумного эгоизма. На всякий случай ты совершаешь такие дела, как бы надеясь на разумное, на правильное устроение мира. Да, что мир вот должен быть так устроен, что каждый человек должен иметь возможность в случае неприятности получить помощь от другого человека. Это вот своего рода такая вот солидарность, да? Разумный эгоизм, мы это называли. Но в этом разумном эгоизме все равно присутствует этот эгоизм, связанный с тем, что все-таки ты рассчитываешь на то, что и тебе когда-нибудь пригодится точно такая же помощь. Хотя здесь нет меры. И вот третье добро, о котором мы говорили, да, добро жертвенное, вот как раз в этом жертвенном добре никакой меры быть не может в принципе. Да, потому что человек совершает неэгоистические поступки, он не надеется на тем, что ему какими-то другими поступками отплатят, он в принципе себя дарит, да? Он сам себя собой жертвует. И вот это вот, когда по этому я заговорил о вот избыточности, да, опять же вот это вот, то, что в Евангелии звучит, что и... в качестве одних из принципов, одних, скорее лучше говорить, одних из метафор, да, вот правильных дел, да, правильного совершения добра в этом мире, да, то речь идет именно об этом, да, вот речь идет о вот таком неэгоистическом добре жертвы. Это в частности. Просто у этого добра есть разные стороны. Почему говорится об избыточности? Почему говорится об избыточности? Потому что как раз здесь, как мне кажется, не есть никакой ворота противопоставления добра, справедливости. То есть говорится о том, что все-таки когда мы делаем что-то с избытком, мы показываем, на самом деле, что мы желаем не справедливости, а желаем чего-то другого. Допустим, опять же, вот если и разоговорить про милостыню. Надо давать милостыню, да. Почему говорится о том, что те, кто раздает свою милостыню на перекрестках дорог, так, чтобы их люди увидели, да, и похвалили, те, тем самым, сразу получают свою награду. Дело же не в том, что они неправильно с какой-то там со своей точки зрения поступают. Может быть, они ведь действуют согласно справедливости, они раздают милостыню, да, и получают некого рода как бы вознаграждение со стороны людей, хотя бы в смысле одобрения, да, его действий. Это просто обыкновенное, ведь когда мы и добро совершаем, допустим, на дорогах, да, или там в виде гостеприимства, ведь мы тоже получаем одобрение, как бы, некоторого рода благодарность, да, хотя бы на словах. Так вот, здесь ведь дело не в том смысле, что так делать не надо с каких-то там что это может быть неправильным, что это какой-то неправильный способ действия. Скорее, с высшей точки зрения, с точки зрения добра и в милостыне надо действовать так, чтобы она была жертвенной, да, чтобы вот не то, что надо прямо уклоняться от этого благодарности, а скорее речь идет вот этой избыточности. То есть милость должна быть избыточной. Не должно быть там каких-то подсчетов, там, вот говорится о том, что правая рука не должна знать, что делает левая, да. То есть ты как бы даешь милость, то не так, что ты рассчитываешь дать рубль, там, и достаешь, и отчитываешь рубль, а ты просто даешь милость столько, сколько есть, да, просто как бы с избытком немножко даешь. На самом деле, даже если говорить, я просто сейчас цитаты не помню, там есть обратная ситуация, когда Христос говорит о том, что если вы так поступите, то вам будет дано, и сверх того будет дано. То есть, насыпано, и еще сверху насыпано, то есть, здесь есть какое-то противопоставление, как мне кажется, между этой мерой, между справедливостью, которая основана на мере и на измерении, на соотнесении, на равновесии, на взвешивании, и добром, которое, в принципе, отрицает всякого рода вот эту умеренность, взвешивание и прочее. Тут ведь еще, видите, что важно? Вот, допустим, богатый человек, да, и бедный человек. Богатый человек, если захочет сделать добро, он может сделать этого добро многократно, да, он может, обладая возможностями, там, и денежными ресурсами, и прочим, как бы, с внешней точки зрения его добро будет намного больше, чем добро бедного человека, да, который не имеет этих средств, да, и поэтому его действия будут казаться, ну так, если мы сравниваем, да, безотносительно, будут казаться просто, ну, незначительными, несущественными. Однако, Христос говорит о лептии, которая дала вдова бедная, да, он говорит, она больше принесла, чем другие богачи, потому что она принесла все, что у нее было, да, а другие, как бы, от своего избытка дает. Вот здесь вот еще важен момент, что если мы даем с избытком, да, как бы, если мы не пытаемся измерить мерой, то тогда наш дар не представляет собой некого рода стоимость, вот нет общего эквивалента, а скорее речь идет о том, что этот дар есть. Вот экономический обмен, да, например, все стремится уравновесить и перевести к некому эквиваленту, да. И тогда получается, что, в том числе и в добрых делах, получается, что есть некого рода эквивалент, и мои, допустим, добрые дела, в силу того, что я богаче тебя, кажутся, как бы, с внешней стороны большим, чем твои. Но если мы отрицаем этот эквивалент, если мы говорим, что нет никакого эквивалента, что добрые дела, они не измеряются мерой, взвешиванием, да, вот этим равновесием, что просто добрые дела совершаются с избытком. Да просто смотришь, как на жертву, чья жертва больше. Какая разница? Если сейчас жертвы жертвы больше, опять же идет сравнение, опять же вот... Не, ну жертва идет не в количественном плане, а в смысле польза для... не польза, как сказать... С точки зрения жертвы как души человеческой, понимаешь? То есть когда отдается, допустим, даже миллион, но этот миллион не последний, или отдается последний кусок хлеба, то, конечно, тот, кто дал последний кусок хлеба, он жертву совершил больше, чем тот, кто дал не последний миллион. Это я понимаю, но с внешней точки зрения выглядит так, что какие-нибудь актрисы, какие-нибудь знаменитые музыканты, которые жертвуют голодающим в Африке какие-нибудь миллионы долларов, с внешней точки зрения кажется, что я не могу пожертвовать миллион долларов, у меня просто их нет, а вот они жертвуют, какие они добрые люди, понимаешь? То есть, с внешней точки зрения, каждый раз у нас получится так, что тот, кто богаче, тот, кто обладает большими средствами, будет как бы добрее, чем те обычные люди, которые не обладают этими средствами. Это с формальной точки зрения. Да, это с формальной точки зрения. Так вот, отрицание вот этой меры, отрицание вот этой справедливости, отрицание взвешивания и прочего, она как раз и наоборот указывание на то, что давайте сверхмерой, давайте как бы с горкой, давайте с избытком, это все нацелено на то, чтобы в принципе в добре не было никакого такого взвешивания, сравнения и меры. Потому что добро – это нечто другое. Каждый действует так, как может, и действует столько, сколько может. И поэтому добро нельзя вот так вот сравнивать. Это большая задача на самом деле, потому что, если мы начнем опять же добро сравнить, мы никогда тогда не сможем достигнуть добра как добра. Мы каждый раз будем сваливаться вот на этот уровень справедливости. Потому что выяснится, допустим, если люди соберутся в общину, что ты должен меру внести, я должен меру внести, и другой должен внести меру. Но я это, например, могу внести, а у тебя этих денег нет. Какой же ты тогда общинник, понимаешь? А если ты не внесешь меру меньше, а мы будем сравнивать наши меры, ну ты, значит, будешь какой-то недообщенник. Вроде как тебя надо презирать, потому что ты неполную меру принес. Допустим, вспомнить этот разговор, когда Павел, точнее Петр, как бы осудил Ананию. Там смысл в другом. Там смысл в другом, но вот можно и так думать, почему он не принес всю меру, а принес только счастье. Понимаешь? Потому что должен был принести всю. Так вот, вопрос идет о том, что не надо мерить, не надо пытаться исследовать, не надо пытаться добро, пытаться свести к какому-то эквиваленту. Потому что если мы будем это делать, то мы никогда не достигнем добра как добра. Потому что добро, оно просто единственное имеет, ну не единственное, один из способов уклониться от такой меры – давать всегда с избытком. Давать как бы специально больше. Не пытаться попасть в меру, не пытаться как бы возвесить до грамма, до миллиграмма, до копейки. А просто давать сверху каждый раз. Когда ты что-то даешь, что-то делаешь, всегда делается с избытком. Тут ведь и ты как бы нарушаешь тем самым равновесие этим. У тебя получается количество, что ли? Не только, ну, понимаешь, как бы что значит давать с избытком? Да, после 10 рублей ты даешь в стольник, так что ли? Нет, да, именно так. Что ты всегда делаешь, что ты с избытком. Тебе просят, допустим, сделать одно дело, а ты делаешь два. Тебе просят пойти с тобой, ну как вот, в Иван, в Ипсамилю пойти, а ты не идешь в дверь. Тебе просят там в одном деле помочь, а ты помогаешь в другом деле. Тебе просят до одной, до остановки довести, а ты ведешься прямо до дома. Ты так далее, понимаешь? Каждый раз делаешь с избытком. Не только то, что просит, не только то, что требуется, а еще и больше. Вот это вот как бы, опять же, я просто... На это внимание обращаю в связи с Евангелем просто с тем, что для того, чтобы показать, что вот Евангелие, Евангелие, чтобы правильно понять, вот надо увидеть это различие между справедливостью и добром. И это различие, как мы говорили, проходит по линии различений Ветхого Завета и Нового Завета. Вот Ветхий Завет со своей справедливостью, со своим... То, которое выражено в законах, в нормах, в заповедях, это одно. Ну, да, как бы, и законы, заповеди, там, нормы, они формальны, как бы, и вот мы видим этих фарисеев, которые, конечно же, праведники, да, с точки зрения Ветхого Завета, потому что они полностью исполняют весь закон. Ну, как бы, внутренне, на самом деле, да, вот по сути, они неправедники, да, потому что исполнять формально закон не значит, на самом деле, быть добрым. Да, не значит, совершать добро. А правильное, как раз и в чем-то состоит новизна Нового Завета, что, как бы, отрицается вот такой закон, да, формальный, такой абстрактный закон, который не видит никакого конкретного человеческого лица. Конкретности не видит, да. Говорится о том, что надо совершать добро, и вот для того, чтобы это добро совершить, да, оно, как мы говорили о том, что это добро конкретное, оно не может быть выражено ни в каких, особенно, правилах, законных заповедях. Ну, можно, например, указать какие-то отдельные правила, да, может быть, какие-то там намеки сделать, да, как бы надо было правильно совершать. Ну, например, в даянии надо всегда давать с избытком, да, и не пытаться или тут измерить какой-то меры, там, не пытаться, как бы, вот найти вот эту равновесие, там, вот эту справедливость найти, да. Ну, и говорили, что не совершать зла, да, потому что справедливость все-таки требует совершения зла, да, чтобы оно было состояло. Что в законном принципе основано на том, что те, кто нарушает закон, будут наказаны. Это часть закона. Часть закона состоит... Это закон ведь охраняет зло. Если не будет зла этого, который охраняет закон, то и закон не будет исполняться. Добро, оно в принципе отрицает зло, оно уклоняется от него, оно пытается даже в отношении зла совершать добро. То есть главная задача добра – оставаться в добре. И всячески как бы не скатиться козлу.